12 августа губернатор Игорь Руденя в Андреаполе проинспектировал ход восстановительных работ после урагана 2 августа. Глава региона совершил облет территории, побывал на улицах, где расположены дома, поврежденные стихией, пообщался с местными жителями. В поездке приняли участие Владимир Васильев, начальник главного управления МЧС России по Тверской области Арсен Григорян. Основной удар стихии в Андреаполе пришелся на улицу авиаторов. Здесь были повреждены два многоквартирных дома, а также на частный сектор по улицам Горки Зеленое Промысловое. Там более 60 домов получили разрушения различной степени. 9 строений разрушены полностью, 16 были значительно повреждены. Зоя Виноградова на всю жизнь запомнила этот день, когда обычный ветер вмиг превратился в ураган. Вдруг свет погас, темно стало, и как загремело, загрохотало, я побежала окно закрывать. Вдруг вижу, что все летает вокруг. Что происходит, ничего не понятно. Слышу крик, шум. А потом на 30 секунд мы выходим, все тихо стало. Мы выходим на крыльцо, своим глазам не верим, мы в шоке, что произошло. Ликвидация последствий урагана началась незамедлительно. На месте была создана специальная комиссия, которую возглавил губернатор Игорь Руденя. В нее вошли производители МЧС, областных министерств и ведомств. Сейчас в многоквартирных домах номер 9 и 14 по улице Авиаторов восстановлены кровля, система наружного водостока и снегозадержания. В частном секторе заново возвели заборы и другие конструкции. Но самое главное – кровлю. Вот этот отрезок улицы Промысловой пострадал больше всего. Именно здесь был эпицентр урагана. Сейчас почти все приметы стихии уже ликвидированы. Но одна вещь останется на память навсегда. Обратите внимание, здесь на всех домах новые крыши. Они могут друг от друга немного отличаться, но все равно они все здесь везде новые. Кроме того, очищено 80 участков улиц. Вывезено более 4000 тонн мусора от павольных деревьев в лесах. Расчищено 9 гектаров. Для восстановления электроснабжения установлены 92 бетонные опоры ЛЭП. Протянуто более 3 километров проводов. Ведется расчистка русла рек Западная Двина и Городня. Поставлены задачи по восстановлению дорог. Также принято решение о капремонте детского сада номер 2 «Рябинки» и здания станции по борьбе с болезнями животных, которые тоже были повреждены. Всем пострадавшим предоставлены единовременные выплаты, продуктовые наборы и питьевая вода. Обеспечена материальная помощь семьям, потерявшим близких в результате стихии в Андреаполе и Осташковском городском округе. В кратчайшие сроки, практически за 10 дней, проведены масштабные работы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Надо отдать должное, что работа вся проведена комплексно. Это и вывоз мусора, это разбор завалов, хозяйственных построек зданий, сооружений. Надо отметить слаженную работу строителей местной администрации, МЧС. Объединившись все, сумели противопоставить этой стихии, вообще масштабы, конечно, их надо видеть. И за такой срок, практически вот сейчас, к дождям, сумели все подвести под крышу. Где мы были сегодня, видно, люди, одни на один не остались, никто. И власть была вместе с людьми, что очень важно. Мероприятия по окончательной ликвидации последствий продолжаются. И это не только строительные работы. Поддержку оказывают детям из семей, пострадавших из-за стихийного бедствия. Это комплекты школьной формы и учебных принадлежностей. Воспитанники детских садов получают наборы для развития и творчества. Для 76 человек предусмотрены компенсации за утраченное и поврежденное имущество. Семь местных жителей, потерявшие дома, получат новое жилье. В общении с губернатором люди просили рассмотреть возможность предоставления средств на строительство нового дома вместо квартиры. Игорь Руденя поручил Минсо защиты региона внести необходимые изменения в нормативные акты.